Приложения Всем привет. Мы уже научились делать веб-приложения. Вы нам это показали на предзащите, на РК. Вы показали нам свои игры. Меня там не было, но мне рассказали, что было все хорошо. Сейчас мы будем уже рассказывать не то, как делать приложения, а то, как делать крутые приложения. Что такое крутые приложения? Они приложения, которыми хочется пользоваться. То есть приложения, которые не тормозят, которые работают быстро, которые красивые, удобные в использовании. И как раз первая часть из этого — это производительность. Производительность у нас делится на две части. Первая часть — это производительность по сети, потому что мы так или иначе работаем сетью. И вторая часть — это производительность самого JavaScript кода, потому что он исполняется у нас на машинах, он может тормозить и причинять некоторые неудобства. Сегодня мы не будем разбирать JavaScript. Сегодня мы будем говорить только про сеть. И на первый взгляд может показаться, что мы тут ничего не можем сделать. Бэкэндеры написали на своей Java какую-то медленную штуку, которая очень сильно тормозит. Какая-то там база данных непонятная читает все с диска. Сервак вообще где-то в силиконовой долине, и до него 200 миллисекунд туда-обратно идет запрос. И так ощущение, что ничего нельзя сделать. Но цель сегодняшней лекции — показать, что мы можем на это повлиять и показать, какими способами мы можем на это повлиять. И, во-первых, хочется обратить внимание на словарный запас. Это те слова и аббревиатуры, которые нам понадобятся сегодня. Первое — это RTT, это Round Trip Time. По сути, это время пинга, когда мы отправляем запрос на другой сервак, и к нам приходит ответ. И вот это вот время — это Round Trip Time. Bandwidth — это ширина канала, которая характеризуется скоростью нашей сети. Latency — это, по сути, половина Round Trip Time, то есть время, которое нам нужно, время от отправки запроса до принятия этого запроса сервером. То есть, по сути, медленность самой сети между нами. И TTFB — это Time to First Byte. Это время, когда мы отправили запрос. И время от отправки запроса до того момента, как мы получили самый первый байт ответа. Да, но про сеть, а другое — про браузер. И что же внутри нашего HTTP запроса? Если мы хотим оптимизировать сеть, мы должны знать, из чего состоит наш запрос, как браузер внутри себя его делает. Первая часть — это Queen. Он обычно не очень долгий. В некоторых случаях может быть долгим. Это величина, которая говорит нам, сколько запрос был в ожидании в очереди на отправку. Он может быть в очереди по многим причинам. Недоступный сокет. Исполняются какие-то другие, более приоритетные запросы. Исчерпан лимит на запросы на текущий домен и так далее. Самое интересное здесь — это DNS lookup, initial connection и SSL. SSL — это то время, которое требуется на установление селиканшейка. Initial connection — это то время, которое требуется на установку соединения со всеми синами, акками, с опросами сервера по протоколу TCP. И это может занимать длительное время. В данном случае у нас протокол HTTPS, поэтому мы устанавливаем SSL соединение. Мы первый раз делаем соединение, мы устанавливаем его. Дальше у нас отправляет запрос, это request send, и идет ожидание. То есть это time to first byte. То есть время, когда мы уже отправили запрос и ждем, когда сервер нам что-нибудь ответит. В большей части эта величина зависит от тормознутости сервера. Ну и content download. Здесь у нас маленький контент, он всего за 2 миллисекунды скачался. Это само получение ответа. Если мы получаем какой-то огромный файл, да, это будет долго. Если мы получаем что-то быстрое, какой-нибудь JSON, то это будет быстро. Также запросы могут быть HTTP, где не нужно устанавливать SSL соединение. Может, мы будем ходить и использовать тот же самый connection. Тогда, например, мы пошли за статикой. И когда мы идем за статикой, у нас большую часть занимает content download. То есть мы скачиваем файлы дольше, чем делаем все остальное. Это нормальная ситуация, но это тоже можно оптимизировать. То есть мы будем работать над оптимизацией самой инициализацией соединений и над оптимизацией скачивания уже данных в наш браузер. Что такое latency? От чего зависит вообще установка соединений и скачивания все вместе? От тормознутости самой сети. Допустим, мы сидим с мобилки. Мы такой продвинутый мобильный юзер. У нас идет задержка из-за того, что мы используем какой-нибудь 3G, 4G. Он потом идет на вышку, там по проводам идет в наш сервер. А если сервер находится где-нибудь в США, то идет по огромному каналу под Атлантическим океаном. Там проложено такое оптоволокно. Очень интересное видео. Посмотрите на YouTube, как прокладывают оптоволокно. Там кораблики такие плавают и на дно океана просто кидают эти провода. Тут может тормозить все. Начиная от мобилки, заканчивая всякими этими сервачными штуками. Мы можем, например, сейчас протестировать вообще, сколько занимает round trip time от нас до UK, до Великобритании и от нас до США. Для этого мы можем сделать пинг. Например, мы хотим Великобританию. До Великобритании проще всего через Amazon добраться. Возможно, следовало подключить интернет. На ум есть. Амазон не просто серверов? А ваш шагер? Ну, Амазон не хочет мне отвечать. Давай до amazona.com. О, зарезал IP-шник. Амазона нет. В России официально. Все, кто держит в контакте, там держат картинки. Они держат… Контакт держит картинки на своих сиденах, на своих сервачках. На Амазоне… Короче, у Амазона есть несколько точек. Самый ближайший к нам во Франкфурте. То есть Франкфурт – это вот там, в Германии далеко. Это далеко не стоит. Ну, ладно. Я проспойлерю сразу результаты. Вы можете это сделать у себя. Пинг до Великобритании составляет 80 миллисекунд, а пинг до США – 100 миллисекунд. Или 120 миллисекунд. Может достигать 200 миллисекунд. Если мы думаем о том, о быстродействии, то это, конечно, цифры достаточно большие. Потому что из браузера делается куча запросов, и если каждый запрос начнет тормозить там по сотням миллисекунд, то мы получим несколько секунд задержки до момента, когда все это загрузится. Вот про что я говорю. Так как у нас ресурсов на странице очень много, то при уменьшении времени, при уменьшении latency, при уменьшении задержки, мы значительно уменьшаем скорость загрузки страниц, и юзеры наши довольны. Именно поэтому обычно компании стараются размещать свой контент поближе к пользователю. Это все можно оптимизировать. Помимо того, что мы поближе к пользователю все будем размещать. Как я уже говорил, или не говорил, неважно. У нас есть стадия DNS lookup. То есть когда мы делаем запрос, сначала что происходит? Сначала у нас идет запрос DNS. То есть мы должны определить, к какому IP присвоен данный домен. Когда мы уже определили IP, мы можем открывать соединение по данному IP и посылать HTTP запрос. То есть сначала мы резолуем DNS, потом коннектимся, потом делаем запрос. Дальше запрос как-то отрабатывает. Происходит time to first byte. Ждем time to first byte. И происходит контент download, контент загружается и рендерится браузером. Пока браузер рендерит это содержимое, он в свою очередь оттуда выпаршивает какие-то картинки, которые его подключают, стили, дживаскрипты, и опять инициирует загрузку этих ресурсов. Из этого можно очень много оптимизировать. Например, зачем делать resolve DNS, когда мы можем сделать это заранее. И нам на помощь приходят специальные атрибуты в HTML, которые помогают нам оптимизировать вот эти вот сетевые проблемы. Например, нам нужно зарезолвить DNS заранее. У нас на одном хосте находится наш сайтик, на другом хосте опишка. И когда мы загрузили на себе наш сайт, мы хотим сделать запрос к опишке. И когда мы будем делать запрос к опишке, хост там другой. И нужно опять будет сделать DNS resolve. Чтобы этого не происходило, мы можем заранее при загрузке страницы сделать DNS prefetch. То есть, когда мы загружаем страницу, еще до обращения к нашему API, который находится на другом хосте, мы уже будем знать IP-шник, куда нам посылать запрос. И тогда стадия DNS резолва, которая здесь, при резолв, DNS lookup, будет при резолвлено и будет отсутствовать. Будет занимать 0 миллисекунд. Мы можем пойти дальше. И помимо того, что мы зарезолвили наш хост, мы можем открыть к нему соединение. То есть, будем открывать к нашей API-шке заранее отдельное соединение, чтобы не тратить на это время, когда нам понадобятся какие-то данные из API. для этого есть у нас свойства link-real-preconnect. С этим пока все понятно? Вопросы? Все ясно, отлично. Мы можем загрузить какую-то картинку, например. Картинки всегда грузятся с пониженным приоритетом. И если нам какая-то картинка нужна, например, спрайт для нашей игры с какими-то карточками, то мы можем сделать link-real-prefetch. Он с пониженным приоритетом, если не будет занят, сделает этот запрос и положит его в кэш. Закеширует. Мы можем сделать совресурс. Это, по сути, то же самое, что prefetch, только работает в меньшем количестве браузеров. Вы можете это все посмотреть на canon.use. Но дело это с высоким приоритетом. То есть больше вероятность, что ваша картиночка загрузится, когда вы хотите. Но, опять же, поддержка не всеми браузерами, поэтому обычно это все сочетается. Ну и самое такое, самое крутое — это пререндер. Наверное, вы замечали, вы можете нажать на ссылочку, и она моментально открылась. Ссылочка с другого сайта, например, и так далее. Это делает пререндер. Вы туда помещаете URL, который хотите запререндерить. Он заранее в отдельном фоне, по сути, браузера делает туда запрос, вытягивает оттуда все ресурсы, хранит их в памяти, и когда вы туда перейдете, по этому URL, тогда он откроет прям без всяких промедлений, без траты времени на резолвинг, без траты времени на коннект, без траты времени на скачивание всех ресурсов. В контексте SPA это нормально работает? В контексте SPA, вам не нужно пререндерить ваши свои собственные страницы. В контексте SPA вы скорее будете делать пререндер каких-то других сайтов. У вас single-patch application, поэтому страничка play будет иметь абсолютно те же самые ресурсы. Абсолютно тот же самый HTML, что и другая страничка. Да, можно просто добавить preloader и все. Специально тормозить загрузку ресурсов это такое. Это странное решение достаточно. Да, 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 да. Совершенно верно. Мы можем предзагрузить через вот эти вот штучки волшебные наши картинки, но опять же, повторюсь, раз, наверное, третий, это работает не во всех браузерах. Нужно смотреть, где оно работает. Если вы хотите гарантированный способ, чтобы предзагрузить вашу картинку, и оно работало прямо везде, вы можете это сделать через JavaScript. Вы можете создать картинку, присвоить ей SRC, и она моментально поставится в очередь на загрузку. Вы можете этот текст-крипт разместить в начале вашего документа, чтобы он начал грузить эту картинку прямо во время парсинга вашего HTML. Тут можно оставить, убрать HTTPS, оставить два слэша, потому что если у вас HTTP, то он загрузит по HTTP, если HTTPS, по HTTPS. То есть можно сделать более универсально, чтобы не хардкодить у себя в коде схему. Мы можем вообще посмотреть, какие ресурсы у нас есть на странице, сколько они грузились, какую-то статистику по этому вести, отправлять это все на сервер и считать. Для этого в браузерах есть window performance, window performance timing. Он нам показывает, что происходило с нашей страницей и в какой момент времени. Тут есть куча значений. Start time, когда мы запросили страницу. Redirect start, если там был редирект. Обычно, если нет редиректа, то это у нас становится нулем. Был ли кэш, не было ли кэша. Сколько занял DNS-префич? Мы можем из domain lookups.ent вычесть domain lookups.start и получим время нашего domain lookup. Все значения, которые там хранятся, они хранятся в Unix time, то есть интовое число с 1 января 1970 года. Поэтому узнать количество секунд достаточно просто. Обычное вычитание. Мы можем просто смотреть, что происходит у наших пользователей и как-то логировать эту информацию у себя. То есть посчитать, отослать себе на сервер и сохранить. Посмотреть. Можете посчитать среднее время, за сколько у нас рендерится, какими браузерами и так далее. Это поддерживается не всеми браузерами, но очень много браузеров это поддерживает, так что можно вполне использовать. Мы можем посмотреть, помимо времени загрузки нашей страницы, какие ресурсы были загружены страницей. Там можно посмотреть не только картинки, скрипты, можно посмотреть XML HTTP request, который загружал, можно смотреть что угодно. Также можно смотреть по таймингу, сколько ушло на эту загрузку и так далее. В данном случае можно отфильтровать, допустим, все по картинкам и посмотреть, какие картинки у нас грузились, сколько они грузились и так далее. Можно посмотреть по скриптам, если у нас медленно грузится на JavaScript, посмотреть, сколько он грузится, потом уже выяснять, почему. По перформансу вопросы? Нет. Как это то же самое, что и штучка справа, но в планке на файл? Да, только это можно использовать в продакшене для того, чтобы логировать это все. Да, статистику отправлять. И считать что-нибудь. Мы просто отправляем, у нас все написано в основном. Должны быть фреймворки. По-моему, я забыл, как называется фреймворк. Если вспомню, я скажу. Он отправляет вообще логи, все статистику по всему. Как мы можем узнать внутри нашего приложения, что у нас все ресурсы загрузились или что-то загрузилось, дом выстроился, мы можем это узнать по двум событиям. Первое — это дом-content-loaded. Оно происходит, когда у нас построился дом. Тут есть несколько нюансов. В JavaScript всегда есть несколько нюансов. Первый нюанс — это то, что он всегда будет ждать загрузки скриптов. То есть дом-content-loaded будет ждать скрипты и в некоторых случаях стиле, если после стиля идут скрипты. Потому что после постройки дома эти скрипты могут использовать стили для высчитывания ширины, высоты, размеров и так далее. В общем, дом-content-loaded — когда дом построен, и все хорошо. Но в данном случае у нас в основном не загружены картинки. То есть картинки, они грузятся уже позже. Если вы картинка, то извините. Если мы хотим узнать, когда было загружено все, картинки, шрифты, CSS и все такое, то мы должны подписываться на событие load. Событие load отработает тогда, когда все ресурсы страницы загружены, и можно смело уже делать… запускать игру, например, и так далее. По этим двум событиям вопросики? Нет? Отлично. Теперь мы переходим плавненько к теме скачивания данных. Почему оно тормозит и как это ускорить? Первое, чем можно ускорить наше скачивание данных, это просто уменьшить количество данных. Просто же. Как это делается? Например, JavaScript. Мы уменьшаем количество данных, просто прогоняя это все через минификатор. Что делает минификатор? Минификатор берет имена переменных, какие-нибудь длинные, java-подобные, isMyPlayer isActive, и делает из него какое-нибудь простое короткое имя, например, A. И благодаря этому… Также он может избавляться от всяких ненужного кода. Например, вы пишете там кучу кода, и он внутри и false, и как бы этот код никому не нужен, и он сразу его выпилит. И сборки… Также он выпиливает пробелы, выпиливает комментарии, потому что пользователям как бы все равно на ваше туду выпилить этот костыль. Пользователям важен сам код, и минификатор дает вам чистый код без всяких вот вредных примесей. Подробнее, как они работают, про самые популярные минификаторы, вы можете почитать по ссылочкам. Также есть видео про CSS минификатор, CSS от Романа Дворнова из Авито. Тоже неплохо рассказывает про то, как парсится все это, минифицируется и так далее. У нас в почте был человек, который… Есть, короче, минификатор, называется Closure Script Compiler. У нас был в почте человек, который подумал, зачем мне прогонять через него код, если я могу сам писать оптимизированный код. Он сам ушел. До сих пор его письмена расшифровать не могут. Так что если вам, дорогие люди, которые рядом с вами, и дорогие сами себе в будущем, то, пожалуйста, пишите, как можно подробнее решить. Какой-то популярный ресурс. Открылась кодики, а там все в группу. Только вот они так делают, значит, он так же так сделает. Это шутка про то, что… Это шутка, я понял. Окей. Что можно сделать еще? Помимо того, что мы уменьшаем физически размер нашего файла, уменьшая его, мы можем его дополнительно заархивировать. Например, положить в zip. В zip пакет. Есть кодировочка, есть архиватор, по сути, газип, это gnu-zip, который позволяет нам заархивировать, на стороне сервера заархивировать какие-то данные, и в браузере на стороне клиента их разархивировать. Тогда у нас меньшее количество байт будет передаваться по сети, и мы получим ответ наш быстрее. При этом сжатие на той стороне и разжатие на этой занимает меньше времени, чем разница от старого-нового передачи данных. Да, сложно. Окей. Например, может быть, файл минифицированный 2 мегабайта весит, а в zip он весит там 500 килобайт или там 50 килобайт. Все может быть. Все зависит на самом деле от файла. Для того, чтобы включить архивацию, нам нужно, чтобы в браузер поддерживал это, то есть браузер при запросе передаст заголовок accept encoding gzip. При этом, если сервер это тоже поддерживает, то он напишет, в какой кодировке он прислал вам ответ. В данном случае тоже gzip. gzip поддерживается много кем? Например, его можно включить в Nginx простой команды gzip on. Он встроенный туда по умолчанию, и обычно он даже в конфиге по умолчанию включен. Поддерживается эта штука всеми браузерами, работает. Но есть два недостаточка. Он сжимает, но можно лучше и быстрее. И с точки зрения лучше, инженеры из гугла хорошенько поработали и придумали протокол, который называется ZOPFLY. Он дает хороший результат примерно на 9% лучше, чем… точнее не на 9% лучше, да, на 9% лучше, чем gzip. При этом распаковывается он тем же gzip-ом, то есть поддержки со стороны браузеров не нужно. Но проблему он очень медленно пакует. Поэтому придумали такой хак. Мы заранее запаковываем на сервере всю статику нашу. И все. Но при этом надо, допустим, в нашем Jinx написать zip static on. Тогда он в первую очередь будет искать, будет не на статику смотреть, а искать заархивированную эту статику. И тогда он возьмет этот заранее заархивированный gzip-архивчик и вернет его к браузеру, вернет его клиенту. Клиент обычным gzip-ом его распакует. То есть огромное преимущество в том, что нам не нужны дополнительные поддержки от браузеров, то есть оно распаковывается тем же самым gzip-ом, но на 9% эффективнее. Запаковка медленная, поэтому в рантайме это никто не делает. Если gzip можно в рантайме просто так запаковал, распаковал, 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 то здесь надо заранее запаковать и передавать. Инженеры из Google посмотрели, им понравилось, но не сильно. Поэтому они придумали протокол, который называется протокол-архиватор, по сути, алгоритм, который называется Brotley. Он уменьшает где-то процентов на 5 еще лучше, чем Zopfley и быстрее. Причем он может быть в некоторых случаях сжимать быстрее, чем gzip. Вот, например, он дает такие результаты. То есть если мы сжимаем gzip-ом JavaScript, потом сожмем тот же самый JavaScript Brotley, то архивчик сжатый Brotley будет на 14% меньше. Если HTML, то он 21%, если CSS, то он на 17%. Конечно, цифры такие притянутые за уши, но все-таки это о чем-то говорит. Но в отличие от Zopfley, где мы просто архивировали, и он поддерживается. Тут нужно включить его на сервере с помощью директивы Brotley on для Nginx, либо установить какой-нибудь моду для Node.js, если вы любитель Node.js. Тут, опять же, есть сравнительная характеристика. Zopfley и Brotley — исходники JavaScript, CSS. Насколько процентов его удалось оптимизировать? Вот. Допустим, Zopfley сжал до 18% от исходного JavaScript, а Brotley — до 16%. При этом работает он в разы быстрее. Я бы сказал сейчас — используйте все быстро Brotley, но E, как всегда, Opera Mini про нее можно забыть, старые Safari тоже так себе. Так что пока что, если вы не поддерживаете только последний Chrome, но вы поддерживаете самый последний Chrome, то вам это подойдет. Если вы поддерживаете Chrome и E, то вам это не подойдет. Используйте GZIP. Это тоже хорошо на самом деле. Да, при этом в Safari они такие хитрецы, они сделали поддержку только с MacOS High Sierra. То есть если вы используете последний Safari на старый MacOS, то у вас тоже он работать не будет. Печаль. Веселые слайдики. Помимо того, что мы можем сжимать данные, помимо того, что мы можем их архивировать, мы можем использовать другие форматы, которые внутри себя поддерживают лучшее сжатие. Один из таких форматов для изображения называется WebP. Он также разработан был Google. И я его недавно узнал, недавно это сегодня, что он анимированный. Он поддерживает анимации. Я был в шоке, и я решил сделать сравнение с GZIP. И сами посмотрите разницу. Это сколько? Во сколько раз? Во сколько это раз? В 10 минимум. Да, минимум в 2 точно. Ну, в общем, во много раз. В десятки раз больше. Меньше, точнее. Ну, вот сейчас вот сервисы поголовно переводят, вот на этот WebP и WebL. И это очень печально, потому что они поддерживают загрузку гифок, только гифок, а отдают тебе веб. То есть ты не можешь скачать обратно за видео на сайт. И вот на том, что врач уже 3 года, вот в WebM, вот там вообще неудобно. Ты, потому что скачиваешь видео, ты не можешь его перематывать. Мне нужно от начала до конца. Ты сидишь на 2 ч. Ты должен страдать. Окей. Для видео существует такой же гугловый формат, называется WebM. На самом деле я тут немного не в кронологическом порядке разместил все это. Сначала появился WebM, а потом от него отвели WebP. То есть сначала сделали для видео, а потом сделали для картинок. Видео-то сжато по сравнению с Inspec 4, оно где-то процентов на 20, наверное, меньше весит. Но тут есть такая проблема. Веб-м не поддерживает аппаратное ускорение, поэтому вроде WebM это круто, но надо время, чтобы оно стало еще более круто. Ну и если вы любитель кастомных шрифтов, каких-нибудь красивых таких надписей на своем сайте, то вам лучше использовать формат WoW 2. Это формат для шрифтов. Он где-то процентов на 30 эффективнее, чем WoW, и чем вообще другие форматы. Вообще WoW это формат, который поддерживается большинством браузеров, кроме Е8. В Е8 приходится загружать EOD. Вот WoW 2 поддерживается сейчас не очень многими браузерами. Я здесь не указал, какими браузерами поддерживаются, но вы можете сами посмотреть. В принципе, если вы хотите, вы можете использовать WoW 2. Ну, не хотите, как хотите. Это то, что про форматы. К сожалению, такая вот поддержка у нас в AppP, он работает только в хромах, то есть в хроме и в опере. А в WebM работает в больших браузерах, например, в Firefox работает, даже в Edge работает. Ну, в Е8 как всегда. К сожалению. А так, если бы мы все перешли на в AppP, то жизнь стала бы намного интереснее. Мы можем вообще пойти намного дальше и подумать, мы же общаемся с API каждый раз и получаем кучу данных в формате JSON. Как это можно оптимизировать? Можно внедрить протобав. Это бинарный протокол от того же самого Google. У меня сегодня лекция про Google, видимо. Это бинарный формат, который мы можем на клиенте запаковывать какие-то данные, слать запросы на сервер, распаковывать их на сервере, запаковывать на сервере опять в бинар и отправлять их на клиент, распаковывать. В протобав идет общение с сообщениями. То есть мы делаем сообщение юзера и можем его отослать куда-то. Юзер — это, по сути, обычная структура. У нее могут быть поля, то есть у нее могут быть поля из других месседжей. То есть, по сути, мы структурируем такой типизированный JSON. Дальше его запаковываем в бинар и отправляем на сервер. Запаковать внутри JavaScript мы можем с помощью специального npm-пакета. Скомпилировать мы можем с помощью этого npm-пакета, допустим, в common.js и использовать уже эту JS-ку из нашего приложения, уже скомпилированную. Либо мы можем пойти, и как нормальные люди, использовать vpack loader. У нас же у всех vpack. Мы можем взять vpack loader, просто импортировать proto и использовать protobuf, не париться. Но париться нам придется, потому что это бинарный формат, и посмотреть его в консольке в браузере так просто не получится. Придется делать всякие логирования, что мы туда отправили, что у нас принялось. Это доставляет некоторые неудобства. По поводу его быстродействия по сравнению с обычным JSON. Я бы не стал. Если у нас не заархибировано ничего, то у нас выигрыш просто минимальный. Он есть, да, но он вкусненький. Если мы не архивируем ничего, то тут немного все получше. Но мы-то все архивируем. Поэтому здесь это не стоит того. Но если вы сильно хотите, в своих проектах вы можете попробовать, показать нам. Дополнительные баллы не гарантирую. Но если у вас жажда приключений и мозг экспериментатора, то пожалуйста. Будет круто показать, что вы сделали это все на протобафе. Инженер из Google порадуется, но к себе вас не возьму. Так. И мы плавненько переходим к недостаткам HTTP. Сейчас мы про них говорили, но так, скрытно. Сейчас мы явно уже скажем, что все это, все это, все это HTTP, и у него есть огромные проблемы. Например, как было раньше. Версия HTTP 1.0. Мы загружаем страничку, резолвим DNS, открываем соединение, делаем запрос, получаем ответ, закрываем соединение. Видим тег, картинка. DNS резолвлен, ладно. Открываем соединение, делаем запрос, ту-ту-ту, закрываем соединение. Что-то тут лишнее. Например, можно не открывать соединение. И в версии протокола HTTP 1.1 как раз решили это пофиксить и сделали специальный заголовок, который называется connection keepalive. У него есть два значения keepalive и close. Если у нас приходит от сервера заголовок connection keepalive, то браузер не будет закрывать соединение, будет использовать текущее соединение для того, чтобы делать следующий запрос. Если он получит close или не получит этого заголовка, то по дефолту он его закроет. Из нововведения HTTP 1.1 также стал обязательный заголовок host. Это так. К слову, информация в принципе бесполезна. Вторая слабость, недостаток HTTP, он позволяет делать максимум шесть коннекшенов, шесть соединений на один домен. Всего лишь шесть соединений. Допустим, вы решили загрузить 98 картинок с одного домена, и вы получите примерно вот такую вот картину. То есть у вас отправятся запросы на шесть, когда они закончатся, отправятся еще на шесть, когда они закончатся и так далее. Пошло-поехало. Вообще в спецификации написано, что десять. Но все браузеры сделали шесть. С этим борются тем, что уменьшают количество запросов к одному домену. Делать это можно с помощью сборки нашего JavaScript в один файл, то есть конкатенация всех наших скриптов, конкатенация всех стилей в один файл, domain sharding, когда мы статику выносим, допустим, на отдельный домен, опишку еще на отдельный домен, там разносим это все по куче разных доменов, чтобы у нас не было таких простоев. Тогда оно будет грузиться более-менее параллельно. Спрайты — это когда мы берем и в одну картинку пихаем кучу разных картинок, прям очень много картинок пихаем, и… А? Да, так делает… Telegram так делает. Да, так много кто делает. Сейчас, ну и бэкграундом там все, это позиционировать уже CSS-ом внутри. У нас одна картинка, она просто кучу раз с разными значениями, бэкграунд позишн выставляется. Сейчас пошла мода делать inline картинок. Мы заранее преобразуем нашу картинку в B64, то есть берем sum hash, преобразуем картинку в B64 и кладем ее в source вместо урла. И тогда она отобразится. Да, так делает почта, так делает бипкар, так делают многие сервисы mail.ru. Так делаю я. Да, не нужно… Да, это сильно быстрее. Сейчас скажу, в чем выигрыш. У нас в HTML или в CSS или в JavaScript уже содержится вот эта вот картинка. Если она небольшая, то то время, которое будут скачиваться вот эти вот лишние несколько байт, будет значительно меньше, чем то время, которое нужно потратить на то, чтобы скачать эту картинку, сходить… скачать эту огромную картинку еще раз. То есть мы просто берем эту картинку и впиливаем в другой файл, откуда используем. Это в разы быстрее. Запрос по сети не делается в данном случае совсем. Также можно инлайнить шрифты, то есть в B64 также перегоняем шрифты, используем его в CSS-ке в нашей. Также можно делать critical CSS, то есть часть CSS, которые нам прям нужны сейчас для отображения нашей страницы, вставить в text style в HTML. Тогда, когда мы будем загружать страницу, мы не будем дожидаться наших стилей. Мы сразу отрисуем все со стилями, все будет красиво и быстро, а потом уже догрузим всякие стили, которые нам нужны для всяких папчиков, которые появляются потом, для каких-то других страниц и так далее. Critical Jazz тоже самое. Мы подгрузим только те скрипты, которые нам нужны прямо сейчас. Остальное мы нагрузим потом. Так работает Яндекс, так работает Mail. Главная страница Mail.ru сначала грузится в ваше лицо слева в квадратике, потом грузится форма поиска, а потом грузится все остальное. В Яндексе тоже сначала грузится форма поиска, ну в Яндексе наоборот, там сначала форма поиска, потом лицо. По-моему так. То есть мы грузим не все сразу, мы грузим постепенно, по мере того, как нам это нужно. С этим понятно? Круто. И теперь у нас есть еще одна тема, это кэширование. У нас может… Мы можем обновить страницу, и тогда мы начнем заново загружать JS, HTML. Что там еще мы можем загружать? CSS, да. Можем еще CSS загружать. И что будет происходить? У нас сервер будет читать его с файла и отдавать его по сети. Зачем это делать, когда этого можно не делать? Знакомая фраза, да. Почти все по ней живут. Кэширование как раз про это. Мы… Сервер, если знает, что контент не изменился, не будет нам давать его скачивать, мы не будем тратить время на то, чтобы его скачать, вот эти вот все килобайты, мегабайты кода, он нам отдает специальный ответ, и мы возьмем его из локального хранилища. Википедия, как все любят. Как это работает? Например, мы делаем запрос за скриптом. Первый раз. Скрипт.js, http.1.1, хост, все как положено. И нам приходит ответ, что да, вот тебе твой скрипт, он такого-то типа, и у него есть специальный заголовок, который называется кэш-контрол, который нам говорит, что… как он будет закеширован. В данном случае кэш-контрол паблик, то есть он может кэшироваться браузером, а также всеми прокси-серверами. И maxH — это сколько он будет жить с текущего момента. LastModified — заголовок, который нам говорит, когда последний раз был изменен этот ресурс. И etact, который нам говорит… который, по сути, является хэшом нашего документа. у кэш-контрола на заголовке есть несколько значений. NoCash, NoStore, MustRevalidate, PrivatePublic, про который я уже сказал, и maxH. NoCash говорит, что мы не должны его кэшировать. NoStore говорит, что мы вообще его не должны никоим образом нигде сохранять, вообще ни в коем случае. MustRevalidate — это значит, что мы должны постоянно будем опрашивать его актуальность, то есть постоянно будем просить обновлять и так. PrivatePublic — приватный. Это значит, что он будет кэшироваться только в нашем браузере, он не будет кэшироваться всякими проксями, которые стоят до нашего браузера. Public — это говорит о том, что он может кэшироваться кем угодно. Ну и maxH — это maxH. Сколько максимально он будет жить. У кэша есть несколько параметров. Например, это свежесть. Свежесть у нас регулируется заголовком lastModified, то есть когда он был изменен. Здесь у нас он был изменен давно. В марте. Надо было это поправить с предыдущей лекции. Если, когда браузер запрашивает его снова, он вернет вот это значение, передаст обратно серверу значения, который он вернул до этого. То есть он вернул 25 марта 2017 года, он передаст в заголовке ifModifiedSense вот эту вот строчку. Если этот документ был изменен с этого момента, то он его загрузит. Если не был изменен, то он вернет 34 notModified. Не был изменен. Загрузки происходить не будет, документ возьмется из кэша. То есть мы, по сути, сделали запрос, но данных не получили. Нам сказал сервер взять это из кэша, чтобы мы не скачивали эти данные. Также есть параметр валидности. Он характеризуется заголовком e-tag. e-tag — это специальный хэш от нашего контента, который генерируется на стороне сервера. Мы этот e-tag храним в браузере и таким же образом, как с ifModifiedSense, делаем ifNonMatch и передаем туда e-tag. С e-tag есть такая интересная штука. e-tag хранится отдельно от кук, от всего вот этого. И мы, по сути, можем в e-tag сохранить теоретически куку. Таким образом, некоторые делают вечно живые куки, когда в e-tag сохраняют значение куки, оно постоянно передается на сервер в месте типа захэшировано, и все. И сервер узнает о том, что мы — это мы. И может поставить нам даже какую-то куку. Кстати, я вспомнил про куки и вспомнил, что забыл рассказать про одну штуку. Когда мы делаем HTTP-запрос, куки передаются постоянно. То есть с каждым запросом передаются куки. Если мы держим статику на одном домене, то у нас куки будут передаваться при запросе за статикой. Для этого, опять же, выносят статику на отдельный домен, чтобы куки не передавались и не было лишнего overhead на заголовки HTTP. Все, совесть чиста. Поставив эти заголовки, всякие кэширующие, мы очень просто можем выстрелить себя в ногу. Прямо это самое популярное, что можно сделать — это закэшировать прям все. И вроде это хорошо, да, запросы не делаются, но есть проблема. Мы можем закэшировать API. Вот представьте, пользователь такой приходит к вам на сервис, решил изменить свой профиль. Вы перезапрашиваете профиль после изменения, а там старые данные. Пользователь такой думает, ой, что-то не работает, пожалуй, не буду пользоваться этим сервисом. Я сам давным-давно на эти грабли наступал, так что знаю, о чем говорю. Для того, чтобы как-то сбросить кэш, нам нужно поменять URL. Потому что кэширование происходит всегда по URL. Кэшируется только get-запросы, и кэширование происходит по URL. Например, самый простой вариант, это, если мы вообще не хотим кэшировать данную страничку, это добавить случайно какой-нибудь параметр при загрузке ресурса. То есть случайная строчка, кэша нет. Также мы можем использовать уникальные имена для наших бандлов. Технический перерыв. Сейчас. Это про ту шутку? Да, я не читал. Короче, суть в чем, то, что там хэшировались все картинки, а картинки отдавались динамикам. И хэшировалась еще и кук. И всем пользователям отдавалась одна картинка с одной кукой. И пользователи попадали тупо в личный кабинет друг друга. Да, да. Стандартная ошибка. Ой, я подключил интернет, надеюсь. Про уникальные имена бандлов. Если мы выкатили новую версию, мы должны быть уверены, что у пользователя она при обновлении страницы тоже появится. Для этого мы должны присвоить нашему бандлу с JavaScript, с CSS уникальное имя. Или расположить его по уникаленному урлу. Я покажу на примере моего любимого сайта. Нет, другого любимого сайта. Если мы посмотрим нетворк... Поэтому на странице стоит nocash, nostore, must revalidate. Да, очень древние браузеры, которые никем не поддерживаются. Совершенно верно. Только одним сайтиком мейла. Так, ну вот, допустим, у нас здесь стоит версия в урле нашей статики. Фиксируется версия, благодаря чему при накатке новой версии у нас будет изменен урл и будут всегда потянуты свежие данные. И мы не получим юзеров, которые со старой версии приложения к нам пришли. Если мы выкатили какой-то баг, то мы можем быть уверены, что выкатив новую версию и то, что пользователь обновил страницу, у нас все будет хорошо. Можно пойти дальше и сделать нотификацию пользователю о том, что вышла новая версия, обнови страницу. Так делает... Кто так делает? Telegram так делает, кстати. Вот, он веб-версия Telegram. Если вышла новая версия, то он вам покажет такое уведомление и ссылочку на обновление страниц. Вы обновите страницу и все. Вот это такой off-top. Так что на пишку мы всегда ставим no cache, no store must validate. Статику мы кэшируем желательно чем дольше, тем лучше. Но если мы хотим этим как-то управлять, то мы делаем нашей статике какие-то уникальные имена в зависимости от ее версии. Это... Но кэш, если мы кэшируем, мы все равно делаем запрос на сервер. В любом случае нам сервер должен ответить 304 либо 200. Мы можем вообще не делать запрос на сервер. Мы можем сохранить эти данные локально в браузере. Это придется делать руками. Что мы можем сделать, чтобы сохранить данные локально и чтобы у нас не было вообще никакого перезапроса? Ну, про кэш мы уже рассказали. Можно хранить это все в куках. Это, конечно, здорово, но это медленно и всего 4 килобайта. Нас это вряд ли устроит. Есть WebStorage API. Его сейчас используют все. В него входит LocalStorage и... LocalStorage и... Как он называется? Я забыл. Я его сегодня использовал, но уже забыл. Нет, это не то. Ну, в общем, есть еще разные штуки для хранения. Это WebSQL и индекс FDB. И есть файл-систем API, к сожалению, который уже вроде бы деприкейтед, его начинают выпиливать из браузеров. Это все будет. Это все будет. Только рассказывать про это буду не я. WebStorage API. Вот, SessionStorage. Вот оно, SessionStorage. WebStorage API у нас позволяет сохранять до 10 мегабайт, до 10 мегабайт на домен. То есть у нас происходит сохранение на один домен. У нас есть SessionStorage. он хранит данные в пределах текущей сессии. То есть если мы закрыли вкладку и открыли ее снова, эти данные пропали. Если мы находимся внутри одной вкладки постоянно, то эти данные сохранены. И LocalStorage, он делает хранилище именно на домен. То есть вы сохранили, вы закрыли браузер, вы открыли браузер, эти данные там. Это очень удобно. А я не думаю, где кэшируют, вот в SessionStorage или где? Нет. Просто выбирать их, или где? Потерпи. Короче, я терпел до конца на росте перерыва. До конца перерыва еще терпел. LocalStorage. То, с чем работает сейчас большинство проектов, поддерживается очень многими браузерами. Очень удобно в использовании, очень простая штука. Все очень просто. У нас есть хост-объект, LocalStorage. Мы к нему просто обращаемся из консоли, из нашего JavaScript кода. Он находится в Windows. Можем присвоить напрямую по ключу какое-то значение. А можем использовать специальные методы getItem, setItem, key и land. при этом setItem может сгенерить exception, если нет места. При этом в хроме он не сгенерит exception, он просто умолчит. Нет места, я не смог положить, ну и ладно, как бы. Не так важно. Данные не такие критические, наверное, должны были сохраняться. Не важно. А Е11 вам выплюнет такой exception и скажет, что ой, парень, увы, прости. Также можно удалить элементы и очистить полностью local storage. Из-за вот этой вот штуки с exception, когда вы работаете с local storage, вам нужно всегда, в любом случае, его оборачивать в strike edge, потому что он в любой, может в каком-либо браузере взять и кинуть exception. Можно просто сохранить туда JSON. Там хранятся вообще только строки, но если мы сделаем JSON stringify, а на выходе сделаем JSON parse, то мы можем сделать специальные методы, которые это делают за нас и сохранять обычный JSON внутри нашего local storage. То есть, по сути, мы можем там закешировать ответ опишки какого-нибудь юзера, чтобы не обращаться каждый раз, не опрашивать сервер. Был, кстати, доклад какой-то или статья. там в local storage положили шрифт. То есть, они взяли шрифт, взяли у него b64, положили в local storage и в следующий раз вместо того, чтобы перезапрашивать, они брали этот шрифт из local storage. чтобы не делать запросы. Если закешированный запрос будет сделан, в этом-то и прикол. Если кэш, мы делаем запрос, мы просто не получаем ответ, мы получаем 304. Мы не получаем всех данных, мы эти данные берем у себя локально. С помощью local storage можно обмениваться информацией между вкладочками. Когда мы сохраняем в одном месте что-то в local storage и у нас открыта, допустим, вторая вкладка, то она получит событие storage и может получить эти данные и что-нибудь с ними сделать. Для синхронизации вкладок может быть удобно, но не всегда это правильно работает. Как всегда, есть нюансы. Это все, что касается local storage. Вы его будете использовать, вам о нем знать вот эти только все методы, потому что больше в нем ничего нет. Это очень просто. Дальше идут сложные вещи, которые вы использовать вряд ли будете, но если хотите, опять же, мы на это полюбуемся, но баллов не гарантируем. WebSQL. Если вы бэкэндер или просто любите SQL, то эта штука для вас. Вы используете Chrome и можете сохранять ваши данные в SQL-подобной, в SQL-базой данных внутри браузера. Все очень просто. Мы делаем OpenDatabase, передаем ей значение, версию и так далее. Мы можем с ней общаться благодаря транзакциям. То есть мы просто используем SQL-синтаксис для того, чтобы получить или сохранить там данные. И все. Ничего такого. При этом вот этот объект базы данных можно использовать в воркерах. То есть мы можем обмениваться данных через WebSQL с помощью в воркерах. Про воркеры вы уже знаете. Есть штука, которая поддерживается чуть большим количеством браузеров, почти всеми, называется IndexedDB. Я вообще не видел, чтобы кто-нибудь использовал в продакшене WebSQL и также не видел, чтобы кто-то использовал в продакшене IndexedDB. Большое преимущество IndexedDB в том, что оно позволяет хранить 50 мегабайт. Ну, достаточно большие данные. Это больше 10 мегабайт, Никита. 50. Это NoSQL база данных. Мы с ней работаем по сути. Просто открывая базу данных так же и доставая с помощью специальных запросов оттуда данные. Вот и все. На сессию или на домен? На домен. То есть это что, в любой сессии можно 50 мегабайт хранить? Да. Сволочь. Как его отключить? И есть File System API. Он может хранить данные в файлах внутри своей внутренней песочницы. К сожалению, он сейчас задипликейтед и File API выпиливают из браузеров потихонечку. Он будет продолжаться поддерживаться в Хроме, но другие браузеры от него будут отказываться постепенно. В ближайшем Хроме. Может, Хром его потом тоже выпилит. Вы можете попробовать. Вам это не пригодится. Но если, опять же, интересно, то пожалуйста. Вот. И спустя час я уложился быстро. я спрошу у вас, есть ли у вас вопросы. хе-хе-хе-хе-хе-хе. Так как же это значит, а мы имеем доступ к удалению элементов в нем? Да, мы можем удалять элементы в нем. Есть метод remove item. Мы можем. А можно поставить два сервиса? Если я могу удалить все, что хочу. На домен. Local Storage на то оно уничтожится. Где все-таки тот же самый YouTube хранится в широких видео? Надо посмотреть на YouTube, где он хранит, но возможно он делает это внутри сервис-воркеров. Возможно, но это не точно. Надо посмотреть. В памяти все хранится. Есть Web Audio API. Можешь посмотреть. Но он вообще загружает весь файл в памяти, а так, если по чему, то тоже в памяти все хранит. Я не знаю, зачем хранить музыку в Local Storage. В индексе DB еще лучше музыку хранить. WebSQL давай. Остался WebSQL. Вопросы. Тест-правиль слишком быстро. Минута так на 40. То есть все понятно по производительности, все понятно по хранению данных, по всему вот этому. О, отлично. Пока непонятно, как нам прикрутить вот эти силы, вот эти оптимизации этого мимодействия к нашему нот-серверу, который у нас пока что еще есть. Да. Совершенно верно. В продакшене, в продакшене, спойлер небольшой, продакшене, продакшене у вас не будет нот-сервера. Да, у вас будет Nginx. У вас сейчас нот-сервер для девелопмента. Для девелопмента вам эти все крутые оптимизации вообще не нужны. Эти крутые оптимизации нужны только для продакшена. На продакшене у нас Nginx, он все это поддерживает. Возможно, я не помню точно, поддерживает ли он Brotley. Можно Nginx компилировать, поставить в него модуль Brotley, либо он сразу идет с Brotley. Вот это вот интересный момент. Да. Первое. Кэш. Да. Второе. Local Storage. Третье. Было бы неплохо запилить какие-нибудь DNS-резолвы и все вот это. Да-да-да. Я все это посмотрю. Можно еще? Да. К примеру, что надо в сроке жернии на практике что туда обычно взять? Туда обычно какие-нибудь промежуточные результаты вычисления, которые нужно сохранить после обновления страницы. Можно положить туда объект юзера. чтобы его постоянно не тащить с бэкэнда. Закешировать вообще, ну, что-то закешировать, то, что мы хотим, чтобы оно было в оффлайне доступно и чтобы оно было доступно без обращения к API. А, это вы... Это вообще за вас может сделать веб-пак. Можно подойти к Никите, прикрыть ее, попросить, написать муху интернет. Анти... Анти-совет. Если не Никита, как бы тут... Забудьте слово перл. Веб-пак может спокойно перевести в B64. Есть специальный лоадер, называется URL-лоадер. Он автоматом, если вы загружаете картинку внутри своего скрипта или внутри своего CSS, если картинка меньше какого-то лимита, то он ее преобразует в B64 и заинлайнит. Если нет, он просто на нее ссылку поставит и все. А зачем тогда вообще нужен нот-сервер, если он сомненен? Он нужен. Ну, во-первых, если у вас тормоза бэкендера не делают ap-шку, вы можете ее сделать сами. Во-вторых, намного удобнее использовать нот-сервер, чем поднимать локальный Nginx и следить за актуальным состоянием его конфига. Намного удобнее просто запустить нот-сервер, а у вас есть уже localhost 8000 абсолютный URL, которым вы можете работать. Это намного удобнее, чем открывать файли. Во-вторых, с помощью локального такого сервера вы сможете тестировать кучу разных штук, которые расскажет Алексей. И вообще это просто удобно. Дима рассказал вам про базовые и начальные методы игрой с кэшем браузером, и сейчас расскажем вам про модные хипстерские. Самая крутая технология это сервис воркеры, и перед тем, как мы начнем, пожалуйста, посмотрите это видео дома, будут три дня выходных, найдите время. Это очень круто, очень интересно, вы получите очень много полезной информации и очень много веселья. Суть, чтобы вас завлечь, в гугле есть инженер, его зовут Джей Карчабальт, и он занимается улучшением веба, как платформа. После приема пищи он зашел в мужскую комнату и с радостью обнаружил, что последняя кабинка была свободна. Он обрадовался, но удивился, задался вопросом, что начал что-то подозревать. И дело было вот в чем. В этой кабинке не ловил вай-фай. Он понял, что в 21 веке такое поведение неприемлемо, и он не мог почитать свои любимые сайты в браузере, поиграть в какие-то браузерные игрушки. И в тот момент ему пришла идея создания сервис-воркера. В общем, сервис-воркер это технология, которая позволяет получить контроль над всем жизненным циклом приложения. По сути, это прослойка между браузером и сервером. То есть, сервис-воркер это специальный файл, который может ловить запросы от клиента к серверу и по каким-то определенным алгоритмам и условиям эти запросы обрабатывать и иногда даже эти запросы на сервер. Суть. Кэширование там 50 метров примерно и самая главная фича это офлайн работа приложения. Это вот то, чего как раз добивался этот инженер. Сервис-воркер позволяет закэшировать файлы и при выключенном интернете не прокидывать запрос дальше на сервер и не получать браузерную ошибку, а просто принимать запрос на себя, искать во внутреннем кэше файлы и отдавать их. И поэтому можно пользоваться приложениями где угодно. Естественно, какой-то загружаемый контент, который динамически обновляемый, за который вы в апе куда-то идете, вы его не получите. А какой-то базовый, не знаю, каркас вашего приложения, то есть ваш синглплеер точно можно закэшировать и он точно может работать спокойно в офлайне с помощью сервис-воркера. Еще, в принципе, пуш-носификации. Вы могли видеть, что вы заходите на большое количество порталов и слева вверху появляется уведомление разрешить этому ресурсу присылать вам пуши и начиная с 60 какого-то хрома эти пуши стали не браузерные, а вообще нативные на уровне системы. В МакОсе точно, про другие платформы не уверен, но надеюсь, что да. Суть сервис-воркер, у него есть какая-то система событий, он на эти события может подписываться. Одно из этих событий — это пуш. И из каких-нибудь платформ для оповещений, например, не знаю, Google Cloud Messaging или Firebase, сервис-воркер по ключу подписывается на определенное обновление. Как только пуш приходит, он этот пуш прокидывает вам в браузере, даже если у вас не открыт этот сайт в вкладке. Вот. И распаралленивая вычислений, недавно внутри Mail.ru Group был такой мини-хакатон представителя Google, в котором великолепная, прекрасная, молодая и амбициозная команда проекта Бибкар победила, но это неважно. Там были ребята из мессенджера ТамТам, это тоже разработка компании, и они делают, как и Telegram веб-версию своего мессенджера, она, по-моему, дальше с бою доступна, там что-то ТамТам чат. У них была проблема при переписке в мессенджерах люди используют эмоджи. И эмоджи слишком много, и как вам Дим уже рассказывал, если загружать очень много файлов, это вызовет waterfall. Или если загружать спрайты, то постоянно гоняется этот спрайт, огромная картинка, нужно через бэкграунд CSS маленькие зоны на ней вырезать, это тоже неудобно. Поэтому чуваки делают следующее, они сервис-воркером загружают эту огромную картинку со спрайтом всех эмоджи, и внутри сервис-воркера в бэкграунде параллельно они разбивают этот спрайт на маленькие файлы с вымышленными урлами, и клиент уже запрашивает конкретные эмоджи, там, я не знаю, сами придумайте, какую эмоджи можно запросить. То есть суть сервис-воркера в бэкграунде разбивает большую картинку на маленькие файлы, и каждый отдает к сожалению, не такая большая, но в принципе в рамках нашего курса мы всем рекомендуем хром и хром-кеннери, поэтому вполне можете использовать так, конечно, в вселенских масштабах все довольно-таки грустно. Вот это событие, которое я говорил, в общем, сервис-воркер, это он работает в определенном скоупе, то есть ему не доступен объекты в винду, он живет сам по себе, но при этом у него доступны некоторые события, на которые он может подписываться. Когда мы регистрируем сервис-воркер, это, естественно, install, и активация fetch, это когда мы запрашиваем новые данные, message, это через объект-навигатор, там есть методы, можно через винду вызвать сервис-воркер. То есть как вы общаете через постмесседж с iFrame, также через постмесседж можно общаться с сервис-воркером, он на message подпишется и что-нибудь сделает, не знаю, придумайте. Ну и пуши, как я говорил, когда с какого-то сервиса для отправки пушей пришло сообщение, и вы можете это прокинуть в нотификашку. Жизненный цикл предельно простой. Нет сервис-воркера, его надо установить. Ошибка, все очень плохо, активировали, все очень хорошо. Идл, ну это как-то простой, то есть сервис-воркер просто он запущен, он загружен, он ждет одно из событий, на которое он подписался, и как только это событие пришло, он берет и выполняет действия. Вот пример установки, то есть в браузере есть объект навигатор, там содержится очень много всяких прикольных штучек, на МД не почитайте. Сервис-воркер, как я говорил, это очень важно, это просто файл, и этот файл обязательно должен быть с того же домена, что и ваше приложение. Очень много команд сталкивалось, я не понимаю почему, с проблемой, что они грузят сервис-воркера, он не грузится, и они грузят его вообще с другого ресурса, там чуть ли не с cdn, cdn это, вот как Дима говорил, шардирование доменов, то есть статика грузится отдельно от главного приложения. Вот, сервис-воркер должен грузиться с того же домена. Скоуп, это, в общем, сервис-воркер может взаимодействовать с файлами, которые находятся внутри его скопа, то есть к оригину запроса добавляется какой-то путь, и у нас есть оригин, и слэш, и вот все, что после слэша будет отдаваться, все статические файлы, их можно закешировать. Если здесь будет слэш-ассет, то можно закешировать только то, что находится в слэш-ассет и глубже. Смысл в том, что вот мне помог Александр, на две точки назад вы не можете вернуться, то есть объявить сервис-воркер скоп в какой-то папке и залезть в соседнюю. Так у вас не получится сделать, только в текущую и глубже. Ну, естественно, тут все работает на промисах, в принципе, все довольно-таки просто. Зарегистрировали, если успешно, то, ну, какую-то логику здесь просто логируем, что успешно, если не успешно, то логируем ошибку. Не знаю, картинка с MDN, не знаю, что вот тут справа видно как раз про скоп, то, что вот у нас есть воркер и можно работать только на тем, что на одном уровне с воркером или поглубже. А, и обязательно условия по HTTPS, то есть два мода, это localhost, там 127.01, там можно без HTTPS работать. Если где-то на каком-то домене, то только через HTTPS. Вот, опять же, очень важно до вас донести, что это просто файл. И когда он установится, мы подписываемся на событие install, а self, ну, можно self писать, можно zys, он указывает, это же отдельный скоп, то есть тут zys указывает именно на сервис-воркер. И можно через него подписываться на все события и, в принципе, ну, в плане какую-то логику. Тут изображен пример кэширования. Caches — это объект над кэш-стором в браузере, который глобально доступен. Вот, у него есть разные методы, там, типа, open, match — это поиск соответствия файлов, типа, есть файл в кэше или нет в кэше. Вот, здесь мы открываем кэш по новому ключику и с помощью метода add all добавляем туда массив элементов, в данном случае один элемент и HTML-ку. вот, в принципе, то, что мы вас ждем, это примерно то же самое. Мы ждем от вас, чтобы вы при установке сервис-воркера взяли и при успехе закэшировали всю свою статику, которую только можете. Там, картинки, стили и самые главные скрипты. Как вы помните, на прошлой моей лекции мы делали игры. Вот, как очень круто написал Митя в отзывах о предзащите. Кто-то вас научил вставлять пасхалки в презентацию, но типа игры нет. Видимо, лекция была именно про эту. Если вы вспомните, где в нашем чудесном гитхабе лежит репа с игрушкой, вы в нее зайдите, пожалуйста, она у меня где-то здесь локально. Пасхалки в игре сложно вставлять. Чего? Пасхалки в игре сложно вставлять. Ну, презентацию зато просто. Зато это было эффектно. Там суть была в том, что вроде вам типа зачитали лекции про игры, а в итоге, ну, игры да, но у каждого была какая-то пасхалочка обязательно. Это вот типа вы уловили, это было круто. Суть. Мы в нашем проекте в папке со статикой, если не видно, надо приблизить, вы говорите, потому что мне видно. Объявляем файл с сервис-воркером, в котором описываем какую-то логику. К этому мы вернемся чуть попозже. И в точке входа нашего приложения мы должны этот сервис-воркер зарегистрировать. Как я говорил, навигатор это объект глобальный, который доступен. И проверить, есть ли у него свойства, можно с помощью там навигатор точка сервис-воркер или вот оператора in, например. Проверяем, доступно ли в нашем браузере сервис-воркер. Вообще, это очень классный метод проверки, есть ли фича. Вот, в принципе, возьмите на заметку. И если сервис-воркер есть, мы берем и вызываем у него метод регистр и внутрь передаем файл, в котором содержится логика этого воркера. Ну, а дальше все, это промес. Если выполнилась, то логика при выполнении, если ошибка, логика обработки ошибки. Что здесь реализовано? Кэшнейм это для кэш-стора, чтобы мы понимали, какая версия кэша и вообще, ну, по какому ключу мы кэшируем. И массив урлов, то есть это все файлы или просто урлы, по которым могут лежать какие-то интересные файлы. Вот. Там, помните, мы разговаривали с вами, что есть какие-то там стратегии, игровые сцены и прочие прекрасные, замечательные вещи. Вот в принципе все, что есть. То есть здесь это версия проекта, когда у нас мы еще не знаем про импорты, про вебпаки, про сборщики. У нас все файлы лежат отдельно, мы загружаем их все вместе, и поэтому, вот видите, их очень много и их очень удобно взять и закэшировать. То есть все, что мы считаем, что статика и можно спокойно лежать в кэше, мы берем и кэшируем. Еще раз. ServiceWorker отдельный скоп ZIS указывает на сам ServiceWorker. Подписываемся на событие install. придет какой-то ивент, wait until, это говорит о том, что ивент, как бы, ну подожди, подожди, пока вот эта вся штука выполнится. То есть мы продлеваем его время жизни. Обращаемся к кэштору, открываем, поключу новый кэштор, и берем и записываем все урлы, вот этот весь массив статики, который мы хотим закэшировать. Ну а дальше все просто. на фейш, это когда мы берем и хотим потянуть новые данные сервера, делаем запрос, мы говорим ServiceWorker, что если кэш матчит то, что мы запросили, тогда, пожалуйста, отдай из кэша. Если не сматчилось, то верни фейш, ну фейш, это как бы метод, дальше прокидывается фейш уже на сервер и подружаются какие-то актуальные данные. Вот, в принципе, все. Уникальность этой технологии в том, что она звучит как какая-то космическая, а по сути там пара ивентов, пара новых глобальных объектов, с которыми вы столкнулись, и все. Как-то типа сел и поехал. Сейчас покажу, как это работает и ради чего мы все это делали. Вот она была наша замечательная игра, как все помните, с танчиками. Вот у нас видно? Произошло логирование, то, что сервис-воркер зарегистрировался. Это пока все, что нас интересует. И так как мы взяли, закэшировали и теперь перехватываем фейш события, то есть события запроса за данными у сервера, давайте симулируем то, что у нас нет сети. Chrome DevTools Network Offline. Все, теперь как будто мы в офлайне, там, я не знаю, мы в метро едем, интернет отвалился, или мы в Бауманке сидим, интернет не ловят, вот в таком духе. И давайте посмотрим, что произойдет с приложением, если мы пробуем его загрузить, будучи полностью оффлайн. магия, оно работает, то есть у нас нет сети. Вот. Раз и где там два. Но при этом все файлы, которые нужны, все вот вьюушки, там, стратегии, вся статика, она взяла и прогрузилась. Но единственное, появилась такая оговорочка, что все эти файлы отдаются там не серверам или не из кэша, там, from disk, а из сервис-воркера. Вот. И в принципе мы можем взять и так как мы, видите, не видно, вот внизу чуть-чуть, так как мы не кэшировали сам сервис-воркер, то запроса к нему не происходит, потому что у нас нет коннекта. То есть то, что мы не закэшировали, оно failed. Все остальное, то, что закэшировано воркером при оффлайне, спокойно отдается и мы можем поиграть. По идее. Да. То есть все, у меня нет интернета, но все, что нужно, мне сервис-воркер отдал и мы спокойно сидим и играем. Это будет одно из требований, я не помню на какую оценку, но для ваших игр ваш сингл-плеер должен быть доступен оффлайн. Вот. В принципе, этих слайдов вам хватит вполне, чтобы все это сделать. Поэтому, я не знаю, я думаю, Анатолий еще напишет вам ваши задания, но начинайте сейчас. Сервис-воркер, закэшировали, перехватили фетч, отдали из кэша, работа оффлайн. Круто. Забегая немножечко вперед, сервис-воркеры ведут такой штуки, как PWA, это Progressive Web Application. Некоторые говорят, что они мертвы, некоторые говорят, что PWA-шки должны убить нативные приложения. Под нативными, я понимаю, приложения, написанные на платформу мобильную с помощью технологий. То есть, ну, Android, iOS-приложения. PWA-это полноценное веб-приложение, то есть, которое работает в браузере, обладающее кучей фич нативного приложения. В большинстве своем это, ну, это также достигается по-моему, что сервис-воркера. И есть сайт PWA.rocks, ну, типа, рулит. И тут есть коллекция приложений, которые являются PWA-шками. И, как, типа, если они являются PWA-шками, в них точно используется сервис-воркера. Вот. И что приятно, одним из них является веб-версия Telegram. То есть, веб-версия Telegram, вы можете сейчас сами зайти посмотреть, она регистрирует воркер. И если вы оффлайн, то она вам прогружает все закэшированные сообщения, которые есть, и сам каркас мессенджера. Естественно, сообщения вы не сможете отправить. Они отправятся, как только сеть появится. Но суть в том, то, что вы можете хотя бы почитать то, что сохранено. То есть, сеть отвалилась, у вас нет такого, что все, ошибка, мы не работаем. Они по максимуму кэшируют. Ну и также они пуш-носификации. Если вы веб-телеграм пользуетесь, они тоже реализуют через сервис-воркера push-api. То есть, воркер подписывается на пуш и шлет вам пушки. Вот. Я не знаю, хотел вам что-то показать. Я нашел только веб-флэпи-бёрд. Но тут, в принципе, то же самое, что и с нашей игрой. Играем. Вот. Он тоже логирует то, что он смог загрузить сервис-воркер успешно. И поэтому, если тоже взять и повторить то же самое, выйти в офлайн и перезагрузить страничку, то все отдастся, опять же, через сервис-воркер. И мы спокойно сидим там в метро, нет интернета, мы сидим и играем в какое-то закешированное приложение. Вот. В общем, подробнее на MDN, применение этой штуки куча. И еще раз обязательно посмотрите видос. Вам будет... Короче, он крутой, веселый, прям. Что? Видео... Ну вот, с чего я начинал? Там есть субтитры. Я не помню, есть ли русский, но английский точно есть. вот этот. Да, пока по фишкам в браузере все, дальше пойдем уже к протоколам, поэтому есть вопросы по сервис-воркеру. Да, он крутится, он работает даже, когда браузер не открыт. Сейчас тебе покажу. То есть, он больше чейнг-мэкэнда для меня? Ну, единственное, тебе нужно прописать логику, чтобы при... Ну, чтобы у тебя не было, что файлы обновились, а кэш-сервис-воркер и старый, чтобы он не отдавал старые файлы намеренно. Еще. Сейчас, секунду, покажу. проверить сервис-воркер можно, опять же, DevTools, Application. Вот, тут есть сервис-воркерс. и мы видим, что у нас на локал-хосте зарегистрированный сервис-воркер. Можно здесь сымитировать какие-то его ивенты, и в том числе здесь его можно руками анрегистр, а можно через методы дживоскриптовые вызвать. вопрос был. Еще раз. Дима же вам рассказывал. Last Modified, ETAG, там, все-все-все-все. Просто ты знаешь, что у тебя новая версия какая-то. Можно бахнуть новую версию кэша просто и не париться, это как один из вариантов. То есть я же тебе помнишь, я писал, что там мы даже константу заводили под версию кэша, под каким ключом это хранить. Ты можешь взять и ты знаешь, что у тебя произошел новый релиз, новая статика, и ты берешь и сохраняешь ее в store под новым ключом. То есть мы просто стали пойти в запросы, то есть в вашем ключе изменилось и все. Можно так. У нас может воркер как-то с приложением его действует. То есть, например, если мы подгрузили все с воркера, чтобы у нас там не прописалось, что это был подгружен с воркера. Например. У него точно есть метод оповещения всех, кому он подключен у воркера. То есть у зарегистрированного сервиса воркера можно вызвать метод оповещения всех, у кого он зарегистрирован. И, соответственно, тем, у кого он зарегистрирован, можно на сообщение подписаться. Возможно, это будет даже на он-месседж. Ну, во-первых, у тебя сфейлится фейдж, фейдж, это точно. То есть как фейджи работает, то он проваливается в тен, если пришел хотя бы какой-то ответ, то есть даже если пятисотка пришла, но он считает, что ответ пришел. И проваливается в кетч, если произошла дживоскриптовая ошибка или если нет интернета. Это раз. Второе. Можете на старте приложения дергать какую-то статику со своего же домена. Можете дергать картинку, у картинки есть событие он-рор. И, например, вы дергаете маленькую картинку, которая ничего не весит на старте, и если там он-рор поймался, скорее всего, там должно быть внутри написано, из-за чего произошел он-рор, и если нет сети, то дергаем воркер. И вот хочу коллег уточнить, по-моему, в навигаторе точно можно смотреть степень соединения, типа какой? Это 62-го храма. А не подскажешь? Набигатор. Во. Во. Отлично. Мы все делаем в последующем промышленном в чеке. В смысле? Ну, не будет у нас протестироваться приложение на старом какой-нибудь праздник? Нет. Ну, мы, по-моему, говорили, что Кеннери рекомендуем. На всех ключах. Нормальная практика является, если есть интернет, мы лезем в сети. Если нет, мы достаем спешн. Да. Или мы всегда должны давать с кэши. Ммм. Хм. Ну, я спросил, для того, что мы выбрали данные, либо в тона в бейке, либо в тона 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 новая. То есть ты можешь делать отдельный конец, который дергает, ну, API, который дергает ServiceWorker и узнает, и получает новую статику. Ну, примерно. Ну, ты же, Никита, понял, что это прослойка между браузером и сервером? Да. Она работает в бэкграунде, в своем потоке. Он пишет тип, но офлайн. Ага. Спасибо. А вот это используется же, да? Ну, где ты используешь? В смысле, где? Вот, в продажных больших проектов используешь? Ты по-любому посещал много сайтов. Ты можешь зайти в вкладку ServiceWorker и нажать Show All. У меня на сервисе ру я не бываю. Тинькофф, Twitch. На Twitch я бываешь? Все майки все майки ру. Я в плане всякие мейлы, они просто просто я считаю, что эта технология слишком сложная для большого интерприз проекта. Она не то, что сложная, она простая, но она неподдерживаемая. Я тебе, ну, блин, ты видел по коду, это просто. Ты подключил файлик, у которого свой скоп, и можешь подписываться на какие-то сообщения, на какие-то системы, на какие-то ивенты. когда у тебя появляется такой инструмент, тебе сразу хочется, а давайте будем предсказывать загрузку на стороне уже фронтеза, джава, дипкор, какого-нибудь, а давайте будем там, не знаю, собирать файлы. Короче, у тебя сразу много искушений появляется, сделаешь быстрее. Из-за этого сложно. Да. Дим, в компании у кого воркера? У новостей каких-нибудь? Почта. А, я помню. Значит, почта для фушей. Угу. Так, еще вопросы, пока мы дальше не пошли. Да. Дата первой МРН 70 это прикол или это баг? Слушай, ну, скорее всего, это прикол, но я не вспомню, почему. Может, это типа то, что она вечна? Я не вспомню, почему это. Вон, VC.ru, Twitter, газета.ru у всех. Ну, идея, в каком-то надо OIC устроить для этих бонтеров, то не можно каких-то интерфейсов наложить. Типа, если правда поддерживать фортины, мы делаем то. Да, можно. Ну, вот как раз там же проверка через типа и в property в объекте. Ты так узнаешь, подключена фича или не подключена? Да. А сафари принципиально отказались от локера? Они как-то комментировали позицию? Они принципиально от всего отказались. Сбежали в лес, живут в хижине. Серьезно, знаешь, сейчас сафари это новый ИЕ, потому что ИЕ никто не поддерживает, а сафари надо поддерживать из-за маков, там ничего не работает. Вот, вот, примерно так. До этого мы вам говорили, как с помощью текущих браузерных средств решить проблемы HTTP. Вот, но умные люди, понимая все проблемы, пошли еще дальше, они начали сделать новые протоколы. И первый протокол, про который мы говорим, это протокол WebSocket. мы с ним столкнулись, когда я вам рассказывал про игры, там был волшебный паттерн транспорт, и он назывался Magic транспорт, и там внутри был зашит WebSocket. В общем, WebSocket это протокол, настройка на TCP IP, который позволяет сделать коннект с сервером и просто канал проложить и обмениваться сообщениями, пока этот коннект длится. Такую штуку пытались реализовать в стандартном HTTP, это называется опрашивание или полинг, или вот long полинг. В HTTP это работало так, мы делаем запрос на сервер и держим его на очень долгое время, пока ответ не придет. Как только пришел ответ, мы считаем, что ответ это какое-то событие от сервера. Как только ответ от сервера пришел, мы тут же кидаем второй запрос и опять держим соединение. И якобы у нас получается, соединение с сервером и он как только у него произошел какой-то ивент, может нам о нем сообщить. Но проблема в том, что мы постоянно данные кидаем. То есть мы делаем постоянно новый запрос. Вот. Тупсокет позволяет избежать этой проблемы, потому что мы один раз открыли канал и можем уже по нему передавать сообщения. В общем, это решает проблему того, что при работе браузера сервер нам никак не может сообщить. Он не может, то есть мы можем обратиться к какому-то ресурсу, а ресурсы к нам в ответ не может обратиться, он может только по HTTP протоколу прислать нам ответ. Все, на этом все заканчивается. Вебсокет позволяет открыть канал связи и просто слать сообщения в оговоренном формате. То есть для реализации своего мультиплеера мы рекомендуем вам использовать вебсокета, вы должны сообщения, может быть любым, какое вам удобно, на джейсонах, на протобафах, я не знаю, просто строчками, там числами, нулями, единицами, чем угодно, главное, чтобы вы его понимали. Подробнее на learn-живскрепте, тут все ссылочки есть. А есть какая-нибудь обертка вебсокетов, чтобы в сонке это... Ты можешь сам и написать. Ну, в смысле, ты можешь на on-send всегда... Ну, когда шлешь в сообщении, всегда вызывать функцию, которая вернет тебе сообщение с JSON. То есть, ну, ты можешь декоратор написать на эту функцию, на функцию отправки, понимаешь. Общений... Библиотек, которые позволяют делать обертку над сокетами, над сообщениями, их полно. Я не знаю, мне приходят только сокеты O, потрясающая библиотека. Вот. В принципе, я не знаю, окей, Google, ищите библию. И вот, у сокета потрясающая поддержка, прям очень крутая. Это не браузер, можете забыть. Вот. В целом, все довольно-таки хорошо. Мы очень на этой лекции полюбили слово overhead. Я не знаю, использовался на него раньше. Но из-за того, что мы не кидаем каждый раз заголовки, короче, не делаем лишние запросы, у нас маленький overhead, мы не гоняем данных, которые гонять не нужно. Вот. И без всего делаем выводы, что WebSocket используется для реалтайм-игр, для чатов и для, в общем, для системы сообщений какой-то. Так выглядит создание WebSocket. Есть JavaScript-объект WebSocket, который принимает URL, по которому нужно соединиться. По аналогии HTTP, HTTPS, есть WebSocket, есть секьюрный WebSocket. И этот объект при создании может подписаться на сообщение. Открылся, закрылся, сообщение, ошибка. При открытии соединения нужно подождать, то есть оно доступно не сразу, там конечно надо подождать, пока соединение установится и уже внутри onOpen, когда туда будет прокинуто соединение, объявлять обработчики на onMessage, onError, onClose или я не знаю, просто брать и ставить сообщение какие-то в ответ. Как я уже говорил, мы можем отправить стрингу, мы можем отправить JSON-стрингу или взять какой-то бинарный формат данных. Вот, в принципе, я не знаю, вы наверное можете только столкнуться с ограничениями на отправку данных там в Nginx или в каком-то другом балансировщике, но это все настраивается. То есть в принципе так он такой относительно резиновый. Вот. Все. На onError, на onClose просто подписываемся на какое-то событие и при onClose будут приходить коты в AppSocket, означающие какая ошибка произошла. Я не знаю, для логирования, для статистики сами придумайте, для чего их можно использовать. Вот. Подписываемся на сообщения и, например, если мы договорились общаться по JSON, то парсим JSON. Вот. Но вот тут как бы сразу рекомендация. JSON может прийти битый, поэтому, когда парсите JSON, всегда в trackage оборачивайте, это надо помнить. Вот. Ну и тут как раз то, что вам применимо в вашем приложении, вы получили какое-то сообщение, вы его распарсили и своим event-эмиттером выбросили в приложение события. То, что-то произошло и состояние приложения как-то поменялось. Это, про что я говорил, вы должны говорить как формат взаимодействия. Он может быть любым, каким вам удобно, но, опять, что я вам говорил, чем меньше, тем лучше. То есть, зачем гонять лишние данные? То есть, можно написать fire, а можно написать, не знаю, f. Ну, условно говоря, и уже вы там три байта сэкономили. Поэтому, как бы, это должно быть что-то между понятно и компактно. Поэтому, ну, полет фантазии. Вот. Ну, и как раз вот то, что Никит спрашивал, пожалуйста, пишите обертки над веб-сокетами. Вот видишь, создается объект сервиса, и он, у него есть свой метод send, который внутри себя что-то делает, что-то особенное. Вот. В принципе, ну, такого рода я даже не знаю, как. Постоянно забываю, как это паттерн. Дим, как это паттерн называется? Provider. Спасибо, Дим. Дальше мы говорим про HTV2, но перед тем, как мы начали, опять вернемся к нашей любимой игре. Это игра просто на все случаи жизни. Там, как вы помните, был модуль транспорта, он назывался Magic Transport. и мы как бы считали, что это какой-то черный ящик, который специальным образом берет и посылает информацию на сервер, и теперь мы имеем полное право посмотреть на это дело поподробнее. Там внутри, в конструкторе, создается объект WebSocket. как только он создан, мы подписываемся на onOpen, и когда туда установился connection, он туда передался, все, мы подписываемся на onMessage и на onClose. все. Нет. Это текущее соединение. По-моему, нет. То есть ты подкрыл connect, он держится, пока ты шлешь сообщение, или может отвалиться по тайм-ауту. Он отвалился, тебе нужно дернуть еще раз. добро пожаловать в мир программирования. Ну, типа там надо все. Ну, просто я писал соединение с WebSocket, там вроде не очень понравилось. Такое ощущение, как будто я работаю с HTTP на нативном уровне. Я должен обработать абсолютно все ошибки. То есть там интернет... Ты работаешь с быстрым HTTP. Ты работаешь, понимаешь, с быстрым HTTP, то есть который позволяет установить один connect и слайд данные. Это не клево. То есть ты должен обрабатывать, следить за сайсирует, блин, нахер. Это сложно. В общем, вот та обертка, про которую я говорил до этого. То, что на onMessage, где он там, вот здесь мы забиндили handleMessage, какую-то внутреннюю функцию обертки и здесь взяли, распарсили JSON и просто залогировали сообщение. И что-то заимитили паттерном медиатор в наш внутренний богатый мир. И также в обертке есть метод send, который берет и вызывает метод send у объекта вебсокета. Ну и вот самый базовый принцип, самый базовый протокол, с которым можете общаться, в смысле свой внутренний IP, это через JSON. Пришло сообщение, JSON распарсили, показали сообщение, надо отправить сообщение, взяли какой-то payload и сделали JSON stringify, отправили JSON. JSON. А он сам пингует? Я понимаю, что там можно реализовать пинг-понг, мы здесь пингуем мы. Нет, просто я слышал, что для того, чтобы пинг-соги держался... Надо пинговать периодически, да. Он пингуется? Нет, по-моему нет. Он ничего еще не пингуется? Ну вот, смотри, это же дело... Вот твой пинг. Я думаю, ты можешь скачать NPM-пакет, в котором это реализовано. Ну, типа того. Смотри, в JavaScript-те ничего не готово, все готово на NPM-е. Ты неправильно мыслишь. NPM. В нашем курсе нет. В нашем курсе должны пройти все муки Ада. Так, пока мы не начали говорить про HTTP2, вопросы по WebSocket. Да. Как вы можете работать, что у вас, например, поиграли, играли под нами, а у вас выбирают сомнение? Ну, там error выскочит. Или close, или error. Ну, то есть у тебя будет или ошибка соединения, или закрытие соединения, и, я не знаю, можешь открыть новое, например. Ну, то есть ты можешь смотреть, если у тебя произошла ошибка или закрытие по причине того, что коннект оборвался, давай откроем новый коннект. Вот, по идее, у тебя же какой-то объект внутри, на клиенте сохранен, который говорил о последнем состоянии, которое было. Ну вот, коннект оборвался, ты сказал серверу, я оборвался, последнее состояние было такое. Он пересчитал и начал тебе новые там координаты, или что, чем-то оперируешь в игре слайде. Ой, ой, да-да-да. Ну, я думаю, да. Были баги в браузерах, которые приходилось делать сайты уже каждый раз. Просто коллеги салиты говорили, что некоторые операторы принципиально режут вебсокеты. То есть, если вижу, что видишь, что соединение вебсокетах, они уберут и режут. Просто потому, что нефиг держать соединение на мобильном, что-то типа. То есть, у тебя на вебсокетах, мне кажется, по идее, новые сообщения, которые в бэкграунде, а не на вебсокетах должны быть. Которые подгружаются, когда тебе письмо новое пришло, да. Как говоришь, в темноте сказки. То есть, она всегда работала, да? Мимик на вебсокетах. Да, и мимик или плана об этом. А об этом можно рассказывать? Я вам это вылезу. Забудьте, этого не было. Еще вопросы про вебсокет? Окей. И теперь, наверное, самое интересное, самое масштабное. HTTP 2, я не знаю, в 2014 или 2015 году появилась новая версия протокола. И вообще, ребята, которые создают HTTP протокол, они решили, что каждая новая версия теперь будет мажорная. Поэтому получаем вторую версию. До этого мы все помним, первое это 0.9, там начало 90-х, потом 1.0, середина 90-х, и потом 1.1, которым это конец 90-х, которым мы до сих пор и пользуемся. И вот 2014-2015 год, HTTP 2. Тут я вообще не знаю, что можно читать. Тут краткая история HTTP. В общем, суть HTTP 0.9, самый первый, поддерживал только GET запросы. Можно было тянуть какую-то страничку и ничего больше. HTTP 1.0 добавил пост-запросы, добавил всякие, много фич в заголовке, и в конце HTTP 1.1 добавил всякие кастомные методы, типа там put, options, delete, и тоже как бы усовершенствовал систему взаимодействия между клиентом и сервером. Я не помню, в какой-то версии появился обязательно хост, в 1.1, но это уже не так важно. В общем, так как HTTP 1.1 был спроектирован в 90-х, то, естественно, уровень развития интернета как такового был намного меньше, и поэтому HTTP 1.1 предназначен для сетей с очень маленькой пропускной способностью и большой задержкой. И из-за этого у нас один запрос на соединение, как Дима говорил, ограничение в 10 запросов на домен а в браузерах в 6. Запросы при каждом запросе туда-сюда шлются хеддеры, которые не сжимаются, то есть это просто такая вот стринга. А, да, данные, как бы это текстовый протокол, там данные в ASK кодируются, и поэтому мы туда-сюда кучу строчек гоняем, и из-за того, что вот заголовки не сжимаются, приходится их туда-сюда пересылать. И HTTP работает медленно, и HTTPS работает еще медленнее из-за процедуры подтверждения сертификата. И поэтому где-то, я не знаю, в нулевых, в конце нулевых ребята из Google, сегодня лекция про Google, продумали протокол, я не помню, он SPIDY, по-моему, назывался, который был призван как-то улучшить HTTP 1.1, но в итоге SPIDY взяли, доработали, и получился HTTP 2. В общем, суть, этот протокол бинарный и мультиплексный, это в принципе все, что вам нужно знать. Бинарный. Раньше мы кодировали все в текст, теперь это бинарный формат. Мультиплекс. Раньше у нас на одно соединение был запрос-ответ, теперь мы устанавливаем одно TCP-соединение, и как в WebSocket, буквально устанавливаем канал связи между клиентом и сервером, и можем по этому HTTP 1.2 соединению параллельно грузить сколько статики, сколько нам влезет. Что еще есть? В HTTP 2.2 есть форсированная и приоритетная загрузка, приоритетная это в заголовке запроса, мы можем указывать приоритет для каждого файла, и уже сервер, который файлы присылает, делает больше приоритет с файлом с большим приоритетом. Система веса. Все очень просто. И форсированная загрузка, это так называемый сервер пуш, мы можем делать предположение, что, например, когда мы ходим за HTML-кой, мы вместе с ней подтянем какие-то нужные стили и нужные скрипты. И поэтому с помощью сервера пуша на один запрос на HTML можно сразу отдавать всю пачку статики, которую вы предполагаете, клиент в дальнейшем запросит. то есть как это работало раньше в HTTP 1.1. Мы делали запрос за HTML-кой, HTML-ка загрузилась, начала парситься, и как только она встречала какой-то внешний ресурс, она делала за ним запрос. И из-за этого у нас водопад в браузере. Сейчас мы можем выставить сервер пуш и сказать, что вот, мы сходили за HTML-кой, и по-любому он придет за этими скриптами, за этими стилями, и вернется сразу вся пачка. И у нас вообще все очень хорошо. Но на самом деле сервер пуш это такая довольно-таки спорная и скользкая тема, и поэтому у него есть как хорошие стороны, как и плохие. Вот. Мы вас не просим использовать, и вообще, если интересно, почитайте. И важна вот эта строчка. Если HTTP 2 не работает в вашем браузере, у него нет поддержки, он сваливается на HTTP 1.1. Есть такой термин, как fallback. Это как бы набор процедур, которые применяются, если основная технология не сработала. Вот. HTTP 1.1, HTTP 2 fullback на 1.1, но только поверх HTTPS. Тут представлен список приложений, которые могут поднять вам HTTP сервер, и с каких версий можно включить HTTP 2. Вот в Nginx это делается очень просто. Вы пишете HTTP 2, и у вас как бы все, connect идет в HTTP 2. Вот. Поддержка как бы с каждым годом довольно-таки хорошая. Вот. И в WG-ах круто, но про этих ребят мы не говорим, и в мобильных браузерах все довольно-таки хорошо. И в принципе там, я не помню, может мне парни подскажут, процентов 60 или сколько они говорят используют? 83. Нет, я в плане сейчас использую HTTP 2 как основной протокол. А, я не помню. Ну да, например, это. Вот. Еще раз поговорим, чтобы вы запомнили. Мультиплексирование запросов, один connect с TCP, куча файлов параллельно загружаются. Бинарный формат это понятно, приоритизация, это вы поняли, в хедере пишем вес файла, и чем больше приоритет, тем быстрее, по идее, вам отдастся. А управление загрузкой это, например, мы с помощью HTTP 2 можем сказать, что нам хватит. Больше не наливай. То есть мы можем послать, мы можем дать серверу знать, что мы не готовы физически больше принимать какие-то файлы. Если мы грузим какой-то большой набор файлов, то мы можем послать ему, и дальше переду к сервенологии, можем послать ему фрейм о том, что нам хватит, мы больше не можем. Сжимание заголовков, запросов и ответов. Я точно не помню термин, он будет дальше. Во-первых, из одного TCP соединения мы шлем заголовки только один раз, и если мы запрашиваем какой-то новый файл в рамках этого соединения, и там отличаются заголовки, но немного, мы шлем не копипастный диалог заголовок с изменениями, а только div. И это позволяет снизить overhead и слать очень мало данных. Про server push я сказал, запросили файл, предполагаем, что с ним запросится еще много файлов и отдаем все сразу. Я не знаю, что еще. Про термины. Stream это поток, вот который мы открыли connect, и в принципе это поток байтов, который мы гоняем туда-сюда. Message это набор фреймов, которые составляют цельный запрос, а фрейм это в свою очередь уже какой-то кусочек бинарных данных. То есть хедеры это фрейм, дата, которая пришла с запросом это фрейм, в HTTP2 есть возможность отменить запрос. То есть это тоже фрейм, мы же посылаем какой-то фрейм, какой-то набор нулей единиц, который говорит все, отмени пожалуйста запрос. в принципе по базовому фреймам все, вот так это все выглядит. Вот, мы делаем реквест, и у нас есть хедер фрейм, тут содержат какие-то данные. И обратно мы получаем ответ, где уже в сообщении, вот в этом стриме содержатся два фрейма заголовки ответа и само тело ответа. Вот, тут можете прочитать, Толя очень классно сделал, тут каждый как бы пункт подходит к следующему, что мы делаем соединение, в котором очень много стримов, в котором в каждом стриме сообщение, каждое сообщение состоит из одного и более фреймов, а фрейм это единица коммуникации. В общем, чтобы у вас выставила, цепочка иерархии построилась в голове, вы понимали от и до как устроен протокол. Вот тут сравнение HTTP 1.1. А, ну да, модель оси и это как бы прикладной уровень и в HTTP 1.1 вот так выглядел не знаю, тело запрос, сам запрос, то есть его заголовки, его тело, а в HTTP 2 все это разделилось на фреймы. Опять, были заголовки, куча текста стала в хедер с фреймом. Была какая-то дата в определенном формате, например, в JSON-е это стало дата фреймом. Структура фрейма, я вот не знаю, что вам может рассказать, я думаю, легче посчитать документацию. Ну, тут типа в скольки битах кодируется длина, в скольки биты кодируется тип, где флаги кодируются и где сам payload находится. Ну вот, про мультиплисирование, что я вам говорил, сервер может послать клиенту куча наборов хедер, какая-то дата, 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 заголовок изменилось, послал div хедера, еще кучу данных, 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 что-то еще изменилось, опять хедер. Решил прервать соединение, послал фрейм, что соединение должно быть разорвано. И это позволяет нам уйти от waterfall. То есть тут видно, что из-за того, что шесть запросов одновременно, вот эта серая часть, это сколько браузер ждет, пока он не сможет загрузить файл. Зеленая — это активная часть загрузки, серая — это часть ожидания, пока освободится connect. Здесь же мы видим, что вот практически прямая линия и все это загружается одновременно. Это по приоритизации, что строится бинарная структура и выбираем, ну короче, происходит сортировка и мы выбираем стрим с наибольшим приоритетом. Ну в принципе, не знаю, может слайды посчитать, это я все практически проговорил. Управление потоком данных, это я вам уже говорил, мы можем сообщить, ну клиенты сервера могут сообщить друг другу, когда они не готовы больше принимать данные. То есть это фреймы, которые шлются, которые говорят, все, больше не надо. Это вот один из примеров управления потоком. сервер-пуш, я также вам говорил, что вот мы запросили HTML-ку, а в итоге отдали скрипт и стиля. Сжатие заголовков, это я говорил, что мы смотрим только div. Что-то изменилось, мы отослали div, все остальное, это как implicit уже было включено. И поэтому в стриме, в новом фрейме хедера отобразится только div. В первом отображается все, и в каждом следующем отображается только то, что изменилось. И как вы понимаете, это позволяет сэкономить просто как бы на большом количестве запросов гигантское количество данных. Подводим к итогу и к заключению лекции, что это очень крутой протокол, но на самом деле у него есть свои минусы, и для меня минусы связаны с фуллбеком. То есть мы вам рассказали, что вы можете сконкатинировать картинки в спрайта, вы можете сконкатинировать CSS-ки в один файл, JS-ки в один файл, вы можете раскидать это все, шардировать по доменам. И тогда по протоколу HTTP 1.1 ваше приложение будет работать очень быстро. Теперь вы такие, о, есть HTTP 2. Круто, здорово. Там мультиплексированный запрос. Мы открываем соединение, шлем кучу файлов. Нам нет никакого смысла слать bundle. То есть, например, мы знаем, что в этой части приложения используются далеко не все стили. И мы понимаем, что слать весь набор стилей сразу — это дорого. Мы берем, бьем стили там по участкам приложения и при заходе на определенную страницу, благодаря протоколу, отдаем только определенные стили. Все круто. Картинки. Мы понимаем, что, да, мы послали большой спрайт, но он большой. И как бы слать его — это дорого по данным. А мы знаем, что у нас HTTP 2, и мы знаем, что пользователю нужна маленькая картинка. По HTTP 2 нам легче послать ему маленькую картинку. Ему нужно три картинки. Мы три картинки ему маленькие параллельно послали. И каждая картинка весит очень мало. То есть, мы полагаемся на то, что, да, когда мы шлем спрайты или какие-то объединенные файлы, мы делаем это запасом. Но этот запас не всегда работает, и получается, что мы очень много трафика в пустую потратили, и это не используется. HTTP 2 позволяет избежать эту проблему. Но если HTTP 2 вдруг не сработало, ну, не поддерживается, мы сфолбэчились на HTTP 1.1, мы получили гигантский waterfall и дикие тормоза. С каждым годом эта проблема все меньше, потому что люди переходят на новые браузеры, где поддержка этого протокола, и, в принципе, про HTTP 1 уже постепенно забывают. Но так как есть фолбэк, то есть далеко не нулевая вероятность того, что мы оптимизировались под HTTP 2, сфолбэчились на HTTP 1.1, и все, и пользователь сидит и тупит в белый экран, потому что все грузится. Вот, поэтому, я не знаю, тут два варианта. Или искать золотую середину, или плевать на тех, кто фолбэчится и радикально идти вперед. Но это уже как бы зависит от масштаба вашего продукта. Я обязательно приложу потом ссылку, поправлю, на доклад. А, вот, все, вот он есть. Обязательно почитайте предпоследний доклад. По идее, может, это даже видос. Есть ресурс в интернете, называется Smash Magazine. Один, как бы, я не знаю, из учредителей этого ресурса, это Виталий Фридман, это очень крутой чувак. Он занимается улучшениями UI, производительности, не знаю, user experience как такового, и все это отображает в своем бложнике, но там также пишут и другие фронтенд-специалисты. В общем, они не так давно. Я слушал этот доклад живую в Минске с Анатолием, и тогда они только выкатали обновление, то есть обновление, это с 17-го года. И там рассказано все. То есть они разбили CSS как только можно. Они по-английски не только отдельно по структуре приложения, они для каждой страницы загружали CSS отдельно. Отдельно CSS для хедера, отдельно для тела, отдельно для футера. И они загружали CSS отдельно для разных медиаквери. Когда вы загружаете CSS, вы пишете там link rel равно и путь на CSS, и там внутри можно указать медиаквери при выполнении. Если она сматчится, то файл загрузится, если не сматчится, то нет. Они разбили и по медиаквери, и по всему. И, в общем, он рассказывал, как это круто, как они у них там объем пушей на гитхабе, при этом как это хреново работает, если ты футболист. Поэтому все, конечно, почитайте. Все, я думаю, очень полезно и интересно. Но два must-have. Первый – это доклад про сервис файкер, и второй – это доклад про улучшение сайта. В общем, Никита, это реальный пример того, как технологии, про которые мы сегодня говорили, используются в интерпрайзном большом продукте. Вот эта штука. А в миллиарных? Отчество на хитп2. Сейчас. Вот так вот. А у нас нет возможности отдельно собрать статику по хитп2 и по хитп2, и как-то определять? Есть, коллеги. Можно ли как-то определить? Хорошо. Ну, переключать логику, и в зависимости от того, у меня хитп1.1 или хитп2. Ну, к 2.0. В теории, да, но в принципе в принципе есть логика. И чем парится? Да, если... А в дологах праздывается, не с ответом. Что? Да, в дологах праздывается. И в хитп2. Типа... Ну, в хедере вообще пишется, да, по какому протоколу себя далось. Такое. Всегда в теории можно, но вопрос... Надо посмотреть, использовался кто-то на практике. По-моему, ты не первый, кто с этим вопросом. Да. Так и так не отвечу. Вот. Но по идее, я не знаю, мне кажется, правильная позиция сказать, что ты молодой, дерзкий, и что ты используешь хитп2, а все остальные, ну, пока. Вот. Для ваших приложений это нормальный вариант. Мы как бы говорим, последний хром, последняя технология, пожалуйста. Кто-то не может, но не может. Вот. В принципе, по-моему, это все. Да. Как раньше не будет, при росте никакого, лучше все равно собирать, что-либо файлы в креме. На самом деле, не всегда один номер файлов будет f2 быстрее, чем один файл в креме. Бывает, что f1 с один файлом быстрее, чем f2, с креме. Смотри, идея в том, что Дима говорил, надо как-то ускорить время загрузки страницы. Ты можешь разбить статику благодаря хитп2 на маленькие файлики, и для каждой странички отдавать маленькие файлики, которые быстро загрузятся, быстро распарсятся и быстро выполнятся, благодаря чему она быстро отрисуется. Вот. Скачивая большой файл, ты будешь тратить время, ты зависишь от сети. Ты как бы ждешь, пока он весь загрузится, распарсятся, выполнятся. А тут ты разбиваешь приложение. Я говорю, вот доклад Фридмана, это как раз про эту тему. Спасибо вам за отзывы по лекции по играм. Я говорил, если их будет много, то, возможно, я еще вам что-то почитаю. И вот я здесь. Их пока там больше всего, их целых три. Вот. Поэтому, пожалуйста, после этой лекции оставьте нам еще с Димой отзывы, фидбэк, это всегда полезно. Фидбэк.